То, что я здесь показываю, это список из нескольких событий, которые могут случиться за данный период времени. И то, что я собираюсь рассмотреть в этом видео, это то, как они могут быть учтены при расчёте ВВП, особенно при расходном подходе. Я советую вам поставить видео на паузу и попробовать это вычислить самим, чтобы посмотреть, как события, произошедшие в период, для которого мы пытаемся вычислить ВВП, будут учитываться согласно разделам, о которых мы говорили в схеме анализа расходов ВВП. Вероятно, вы уже сняли видео с паузы и попытались сделать это сами. Давайте попробуем это проверить. Академия Хана — не коммерческая компания, которой на самом деле никто не владеет, она принадлежит обществу. И Академия Хана берёт на работу программистов, платит им 100 000 долларов. Итак, это фирма, несущая расходы и, что спорно, осуществляющая инвестиции, так как эти 100 000 долларов будут использованы для получения так называемой «будущей прибыли». Отметим это тем же цветом, что и букву «и». Инвестиции. Добавляем плюс 100 000 долларов. Обычно траты фирм идут в инвестирование. Теперь посмотрим на следующий сценарий. Итак, у нас есть другая коммерческая фирма, Accenture. Она зарабатывает 10 000 000 долларов. Это её доход. Она получает 10 000 000 долларов дохода от создания новой IT-системы для Калифорнии. И важно здесь то, что, да, конечно, Accenture компания, но Калифорния — явно правительство. Так как мы учитываем это? Мы рассматриваем схему расходного анализа ВВП, а в этой ситуации Калифорния тратит 10 000 000 долларов в данный период времени на новую IT-систему. И это будет правительство. Вклад правительства в ВВП увеличится на 10 000 000 долларов из-за этих расходов. Теперь следующий пример. Моя мать продаёт наш дом в Нью-Орлеане шведке за 200 000 долларов. Ещё раз, наш дом продаётся каким-либо гражданином страны, какому-либо иностранцу. Важно понимать, что это не новый дом. Это передача уже существующего дома. Ничего не было произведено, так что нет вклада в ВВП. Неважно, шведка это или кто-то другой, дом уже существовал и просто сменил хозяев. Новый дом не был создан, так что это никак не влияет на ВВП. Вот следующее. Я гражданин Америки, живущий в Калифорнии, покупаю произведённую в Японии газонокосилку за 200 долларов. А вот это интересно, потому что вы думаете, что в теории ничего не было произведено в США, и поэтому ничего не надо добавлять к ВВП на основе метода чистого учёта. Но эта сумма будет учитываться при учёте как потребление и вычитаться из чистого экспорта. Произойдут две вещи. Мы допустим, что покупатель является американским потребителем, который потратил на 200 долларов больше. И это должно быть добавлено сюда. Но мы должны вычесть то же из чистого экспорта, который мы обозначим зелёным цветом. Всё остальное на него не влияет. В нашем примере нет никаких иностранных закупок. Но вот я купил иностранный продукт, и я вычитаю 200 долларов вот здесь. Чистый экспорт уменьшается на 200 долларов. И ещё раз. Чистый экспорт уменьшается на 200 долларов. А импорт составил 200 долларов, что полностью нейтрализует потребление в размере 200 долларов. Получим нулевой эффект для ВВП. А сейчас я покупаю новый дом в Калифорнии за полмиллиона долларов. Траты на домашнее хозяйство по большей части относятся к области П. Хотя я не являюсь компанией, но так как покупаю дом, это пойдёт в инвестирование, которое возрастёт на полмиллиона долларов. Итак, я покупаю дом, это пойдёт в инвестирование, которое возрастёт на полмиллиона долларов. American Airways покупают аэробус. Реактивные аэробусы производят в Европе. Что же здесь произойдёт? Повторю, непосредственно в США ничего произведено не было. Так что, согласно методу чистого учёта, вклада в ВВП быть не должно. Но ситуация будет такая. Некая американская фирма совершила покупку, например, на сумму 100 миллионов долларов. Предположим, я совершаю покупку на 100 миллионов долларов. Поэтому сумма, учитываемая в инвестировании, возрастёт на 100 миллионов долларов. Есть некая американская фирма, совершающая покупку в размере 100 миллионов долларов, которая также собирается поставлять новые товары и услуги. Покупка будет учтена согласно чистому методу. Поскольку здесь мы сталкиваемся с чистым импортом, это повлияет на чистый экспорт. Здесь у нас 100 миллионов долларов. Поскольку это был импорт, мы отнимаем 100 миллионов долларов. Со стороны экспорта процесс не уравновесится. Так что наш чистый экспорт уменьшится на 100 миллионов долларов, станет отрицательным. И эти два показателя снова нейтрализуются. Давайте повторим. Так что мы не получим чистого влияния на ВВП. Это логично, поскольку самолёт не был произведён в Америке. Продолжение следует...